Рад вас приветствовать, дорогие мои, и сегодня у нас тема самооценка и ее виды и влияние самооценку на вашу жизнь. На самом деле, от уровня самооценки зависит уровень вашей жизни, ваших отношений и уровень принимаемых вами решений. И сейчас мы обсудим, почему это так. Первое. Самооценка это то, как мы оцениваем и воспринимаем самих себя. Она может сильно влиять на нашу жизнь и, собственно говоря, на наши отношения, как я уже сказал ранее. Вообще, есть четыре вида самооценки. Это завышенная, это низкая, это нестабильная и здоровая. Сейчас я буду говорить подробно про каждый вид, а вы, слыша это описание, вспоминайте про того человека, который у вас всплывет в голове. Первое. Завышенная самооценка. Визуальные признаки, громкий голос, уверенная походка, иногда размашистые жесты. Поведение часто демонстративное, стремление показать всем лучшую версию себя. Привлечение к себе внимания, идеализация себя и принижение других. Запрещает себе ошибаться и излишний перфекционизм. Взаимодействие с другими. Но это чаще всего принижает других, возвышая себя, такой человек. Критикует других, пренебрегает отношениям других и у таких людей прямая либо скрытая агрессия есть. У них завышенные требования к другим и ожидания от других нереальные. Это люди из разряда «мне все должны, как я сказал, так и должно быть». То есть как будто бы я выше других. Но это люди с завышенной самооценкой. Внутреннее убеждение – это не мой уровень. Во всем виноваты другие, я ни в чем не виноват. Эти люди, которые считают себя гениями, но общество всегда ставит их на место. И такие люди всегда считают себя правыми. И даже когда они понимают, что они неправы, они не признают свою неправоту. Идем дальше. Низкая самооценка. Визуальные признаки. Сутулы пречи, негромкий голос, неуверенная походка. Поведение – это неуверенность в своем мнении, страх в словах, в мыслях. То есть человек, находясь в обществе с низкой самооценкой, боится даже высказать свое мнение. И он стоит и думает, что я лучше промолчу, все равно мое мнение ничего не решает, мое мнение не важно. Все равно решение принимают другие. Это все про заниженную самооценку. Старается не привлекать к себе внимания этот человек. Потакает всем во всем. Очень часто им командуют, таким человеком, такой женщиной, указывают, что в работе, что в отношениях. И даже где не нравится, не может не то, что как-то проявить свое поведение того, что ей не нравится. Даже сказать не может, потому что понимает, что как будто бы всем пофигу, всем наплевать. Взаимодействие с другими не умеет говорить нет, не умеет отстаивать свои личные границы. Чаще всего не имеет своих личных границ. Страх перед людьми высшим статуса или должности. То есть какой-то страх сразу чувствует, теряется и становится такой человек более робким. Хотя на самом деле зачем? Но дальше будем разбирать. И внутреннее убеждение у меня не получится. Зачем я это начала? Я ни на что не способна. Я никто и живу никак. Спасибо за то, что есть. Больше и не надо, потому что не заслуживаю. Это не жили богато, нехер начинать, прошу прощения за мой французский. То есть это люди, которые отказываются от возможностей в силу неуверенности в себе и неправильного отношения к себе. Я никому не нужна. Мне постоянно чего-то не хватает. Чувствую себя самозванцем. То есть это все вот в ту сторону, в ту калитку. И люди с низкой самооценкой также сильно подвержены мнению со стороны общества. Очень сильно мнение со стороны общества им важно. Оно на них давит. И собственно говоря из-за этого куча проблем, которые сам себе человек выдумал. Якобы люди могут так о нем подумать. Что-то еще и страшнее всего, что люди с заниженной самооценкой страдают на самом деле чаще всего из-за боязни людского осуждения. Нестабильная самооценка. Кстати, вот у большинства людей нестабильная самооценка. Это внешние признаки. В одних ситуациях признаки высокой либо здоровой самооценки. В других ситуациях признаки низкой самооценки. Если говорить открыто, без терминов, когда человека хвалят или когда у человека получается, окрыляется, плечи расправляются, грудь колесом, вера в свои силы, вера в себя. Там говорят какая ты красивая, какая ты харизматичная и она прям вот как павлин распускается. Когда наоборот хаят, как-то принижают или критикуют, человека несет в сторону низкой самооценки. То есть куда ветер подул, туда и самооценка. Когда критикуют, опять же плечи сутулы, опять же полная неуверенность в себе, потакает в чем-то этим людям. То есть куда ветер подул, туда и самооценка пошла. Проблемы людей с нестабильной самооценкой, то что внутренней опоры и стержня не хватает. Четкого нет понимания своих сильных и слабых сторон. Ну и соответственно, когда нет понимания, нет и принятия. И когда человек не принимает свои сильные либо слабые стороны, естественно, и не понимает даже в чем сила, а в чем слабость, будет его таскать из стороны в сторону. Ну либо родители такой пример показали, и в целом ближайшие родственники или окружение такой яркой, явной, нестабильной самооценки. И человек перенимает это и его так и качает из стороны в сторону. Поэтому если вдруг у вас какая-то из вышеперечисленных, то есть завышенная или низкая или нестабильная, то я вам сейчас уже расскажу, как это все будем исправлять. Идем дальше. Здоровая самооценка. Здоровая самооценка это баланс, это умение объективно оценивать свои сильные и слабые стороны и принимать себя такую, какая ты есть. Она позволяет уверенно двигаться вперед, устанавливать реалистичные цели, принимать неудачи как часть процесса и стремиться к личностному росту. То есть, что бы в вашей жизни происходило, когда у вас здоровая самооценка, вы адекватно оцениваете происходящее. И даже если что-то не в вашу пользу, вы это принимаете и не страдаете, как не знаю кто, а думаете, как бы, как говорится, с другого пути зайти, с другой стороны зайти. Или как по другому пути пройти, чтобы прийти к желаемому результату. Далее. Внешние признаки это уверенность в себе, спокойный тон, раскрепощенность. Поведение у человека со здоровой самооценкой это больше способность и готовность проявлять себя, отсутствие страха быть уязвимым, готовность прощать себя за ошибки, нет страха рисковать и умение поддержать себя вместо того, чтобы критиковать. В взаимодействии с другими, люди со здоровой самооценкой умеют отстаивать свои личные границы, говорить нет, даже если знают, что кому-то это не понравится. И принимать, человек этот умеет принимать людей без желания менять что-то в нем. То есть, либо принимает человека такой, какой он есть, либо не принимает и вовсе. Это что касается здоровой самооценки. Внутреннее убеждение. Если что-то идет не так, ничего в следующий раз получится, это нормально. Я же только учусь. Эти люди считают, что у них все получится и они смогут, даже если где-то что-то не знают, найти это, узнать, научиться и по итогу сделать так, как им нужно. Они принимают свое сегодня адекватно, не волнуются по поводу своей внешности, их все устраивает. Они либо прокачивают себя там, где их что-то не устраивает и в итоге приходят к желаемому, либо их и так все устраивает. Есть вот такая категория женщины со здоровой самооценкой. У нее может быть по общественным нормам, уточняю еще раз, маленькая грудь или маленькие губы, но она любит себя вот такой, какая она есть. Она не бежит накачивать губы или увеличивать свою грудь, потому что видите ли в обществе это сейчас стало модно. То есть у нее здоровая самооценка, она прекрасно себя оценивает и кто бы что ни говорил, она о себе мнение в этом плане не меняет. А даже когда человека со здоровой самооценкой адекватно критикуют, вот допустим в работе что-то не так она сделала, ей дают критику, она не начинает загоняться от этого. То есть женщина со здоровой самооценкой, она внимательно слушает и понимает, что ей нужно исправить и как нужно поступить в следующий раз. И она разделяет критику своей личности между критикой и ее действий. То есть очень важно понимать, что не нужно одевать на себя чужую критику за ваши действия. То есть не нужно перенимать на личность то, в чем критикуют ваши дела. То есть ваши дела не есть ваша личность, потому что дела можно изменить. Возьмите на заметку. Теперь как развить здоровую самооценку. Первое. Осознанность и принятие. То есть первый шаг это осознание и принятие своих сильных и слабых сторон. И понимание того, что ошибки это часть вашего пути. И где вы что-то хотите подправить в плане своих действий, мыслей. Прокачиваемся, обучаемся, занимаемся спортом. У кого что. И идем по пути того, что хотим исправить. Второй момент. Позитивное мышление. Практикуйте позитивное мышление. Заменяйте негативные мысли о себе на позитивные утверждения. То есть не фокусируемся на отрицательных моментах, фокусируемся на положительных. Потому что у нас абсолютно у всех есть свои плюсы и минусы. И умение фокусироваться на плюсах очень сильно перекрывает любой минус. Третье. Реалистичные цели. Ставьте перед собой реалистичные и достижимые цели. Маленькие успехи помогут вам чувствовать себя более уверенно. Ну как я уже ранее пример приводил в одном из видео. Поставьте цель 7 дней подряд бегать по 2 километра. Или 7 дней подряд не кушать после 6. 10 дней подряд читать по 5 страниц в день. То есть маленькие цели во благо вас. В которых вы будете ставить галочку и собственно говоря фиксировать себе, что вы можете. Вы что-то захотели, вы этого достигли. И путем маленьких целей вы будете приходить к большим. Потому что горы состоят из камней. Идем дальше. Теперь практические задания. Как эту ситуацию исправлять? Первое. Упражнение дневник успехов. Каждый день записывайте 3 вещи, которые у вас получились хорошо. Это могут быть даже самые маленькие достижения. Допустим вы запланировали что-то сделать по работе. Вы запланировали позаниматься спортом. Вы запланировали не кушать сладкое или мучное. Записывайте это. То есть дневник достижения. Польза от этого. Это поможет вам сфокусироваться на позитивных аспектах вашей жизни. И видеть свой прогресс. То есть чтобы вы научились сфокусироваться на позитивном. Когда вы в себя больше позитива в эмоциональном плане вкладываете. Соответственно вы становитесь. Внутри вас погода очень позитивная будет. Второе упражнение. Это письмо себе. То есть напишите письмо себе. В котором вы опишите свои достижения. За что вы гордитесь собой. И какие у вас сильные стороны. Можете с самого детства взять. С самого детства взять. Какие у вас были достижения. Какие у вас сильные стороны. Польза этого упражнения. Оно поможет вам увидеть себя с другой более позитивной стороны. И укрепить веру в свои силы. И веру в то что у вас все что вы бы не захотели у вас получится. А также вы должны понимать. Что самооценка формирует с самого детства. И по сей ваш день она может меняться. У вас может быть в детстве. В силу вложенных эмоций. Слов. Действий. Вашими родителями быть низкая самооценка. По мере вашего возрастения в школе стать там нестабильной. Потом стать здоровой. Потом вы вышли замуж. Ваша самооценка снова стала низкой. Потом вы развелись допустим не дай бог. Она стала опять здоровой. И к чему это. Это только постоянное периодическое развитие себя. То есть работа над собой. Над своими мыслями, знаниями, навыками. Даст вам возможность находиться всегда в состоянии здоровой самооценки. Поэтому очень важно прокачивать свою самооценку. Держать ее в здоровом состоянии. И ведь все принятые вами решения исходят исходя из уровня вашей самооценки. Итак, сегодня мы изучили, что такое самооценка, ее виды. Также я вам дал практические задания, которые уже помогут трансформировать в лучшую сторону свою самооценку. И еще кое-что. Для тех, кто хочет развиваться, заниматься своим психологическим состоянием, иметь счастливые отношения и быть лучшей версией себя, и проживать счастливую жизнь, вступайте в мое закрытое женское сообщество, меркантильное, где уже находятся ваши единомышленники, женщины с разных стран мира и городов, разных возрастов и разных национальностей. И всех их объединяет одно общее желание заниматься собой и быть лучшей версией себя, чтобы проживать счастливую жизнь. Ссылка под этим видео. Переходите, подписывайтесь и вступайте в закрытое женское сообщество, меркантильное. Всем спасибо. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok